Привет, меня зовут Марго. Меня зовут Саша. Мне 22, я резинист. Мне 21 год. Моделью я работаю. Езжу по Азии на контракты, занимаюсь моделингом. Мы встречаемся один год. И уже с этого дня, когда мы встретились, мы поняли, что надо быть вместе. Я смотрю, типа, девчонка молодец, нашла работу, продвигается, есть свои цели. Я вообще ничего вокруг не видела, только Саша и все. Вот все, что ты хочешь, все ради тебя. Я тебя очень ценю. Я тебя очень ценю. Я бы с удовольствием с этим человеком прожил до конца жизни. Мы в отличнейших отношениях, но у него очень много ко мне претензий. Она не настолько умна, как может быть. Редко можно встретить довольно-таки умных моделей. А 7 и 7? 7 и 7? Ну да. 8 и 4! Если бы она была некрасивая, пришлось бы умнить сразу. Ты очень хороший человек, но у тебя очень большие проблемы с поведением и проявлением своей реакции. Он для меня очень сложно изъясняется. От него очень много текста, а я в него вникнуть не могу. Мне нужно более все поверхностно, в трех словах. Этот проект нужен лично ей. Я хочу, чтобы она стала серьезнее, чтобы она начала действительно задумываться над тем, что происходит вокруг. Хочу, чтобы это был человек, в котором я буду полностью уверен. Он сложный человек, и я пытаюсь от него добиться более быть попроще. Продолжение следует... Ведущий проекту Ефим Константиновський, Підготував 5 випробувань для Максима та Ліди. И все необходимое знайшов в онлайн супермаркеті, Дея все и навіть больше. За каждое випробование пара может отримать ключ. Цими ключами они смогут открыть скринки, в которых лежат 100 тысяч гривен. Больше ключов – больше шансов отримать все деньги. Добавь літаку, и Саша та Маргарита на острове Балі. О, смотри на машину. О, это за нами или что? Саша, Марго, сидайте, повезу вас с вітерцем. Бананами? Мало того, что это крыто было, так оно еще и бананами груженое было. И нужно было садиться не вперед, а в кузов. Давай. Раз, два, три. Я в шоке. Можно лезть на них? А куда мы едем? Банановая королева. Твой лучший лук, типо. Балі! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я как вошла в кураж, так круто. Волосы развиваются, такой едешь за тебе сигналят. Это самое яркое впечатление у меня будет. Мы приехали? Это что, мы уже что-ли? Мы приехали что-ли? Че он остановился? Шо? На выход. Ладно, давай вылетим отсюда. Ой! У нас не было выбора особо, куда идти, то есть была одна прямая дорога. Я вообще не понимаю, где мы находимся. Здесь должна быть гостиница. Тебе так не кажется? Тут обезьяны, ты видишь? Нас уже ждался. Витаю вас на Балі. Я очень сильно расстроилась, что нам не дали отдохнуть, потому что у меня вообще не было сил после перелета. Сюда приезжают люди, чтобы найти ответы на все важливые для себя питания. У вас есть такие? Да. Мы приехали сюда за тем, чтобы понять, нужны ли мы действительно друг другу или нет. Ну, у нас очень большие проблемы со взаимопониманием. Я бы все-таки хотел больше Маргариту понимать. Я теряюсь и не могу его понять абсолютно. Я его понимаю по мере своих способностей. Кто у вашей пари голова? Наверное, я. Марго, ты кто? Глаза и шея. Что? Серьезно? Ну, я бы так не сказал. Глаза обычно видят и замечают все. Но это не про Маргариту. Обычно я все предлагаю, я все думаю. Это абсолютно хамское мнение обо мне. Ну, куда ты в останнее что-то вырешивала у вашей пари? Ежедневно. Куда пойти погулять? Сегодня ось, куда ты скажешь, туда вы и пойдете. О, Боже. С ума сойти. Какое-то невероятное чудовище. Под 2 метра роста у меня сразу испуг дичайший. Что это такое? Это Виарта и Ненси. Майбутнее подручье. Маргарита. Саша. Витаем. Вдягайте наш костюм. Ось вам мішечок, в якому ви знайдете все для обряду. Зав'язуємо очи. Марго, ты будешь очима. Я, каже Балійська приказка, нога спиткнется, а голови дистается. Всегда он командовал. А тут вдруг мне нужно что-то говорить. Карта. О, Боги. Я же не понимаю ничего. Там еще что-то. Это компас. Но я же ничего не понимаю по ним. Сколько у тебя классов образования, говоришь? Я не путешественник по горам, лесам, поэтому я не считаю, что мне он нужен. Там, где большая стрелочка, там север. Ага. Окей. Что делать дальше? Ну, а теперь говори. Насколько поворачиваться и куда идти? Я не понимаю ничего. Красная стрелка север. А где мы находимся? Ну, значит, по компасу смотри. Север, юг, запад, восток. Я себя чувствовала безнадежной абсолютно. Снизу юг, справа восток. Не понимаю. Ой, ***. А как восток будет по-английски? Справа, вест, по-моему, да. Я знаю, что вест, это как Кенни Вест, типа... Немного левее поворачивай, идем прямо. По дорозі до храму кохання Сащи та Марго треба задобрити мавп, напоити їх та нагодувати у місцях, які зображені на карті. Так, стоп, 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 стоп. Ты должен переступить штуку. Все, молодец. Чуть правее, возьми. Очень осторожно, людей тут много туристов. Иди прямо, прямо. Стоп, 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 стоп. Тут лестница. Вот. Тихо. Здесь ступенька. Еще ступенька. Ступенька, еще. Не можеш посчитать, сколько ступенек, да? Потому что я вижу твою голову. И еще. Тихо, левее, 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 прямо. Прямо, правее, правее. Нет, 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 налево, налево, пожалуйста, налево. Повернись налево. Так, ***, що такое? Да просто тут ***, как бы, алло, понимаешь? Я не понимаю, конструктив, ты можешь сказать, что не так? Тут пропасть слева и справа, и водопад. Уже немножко осталось. И последняя. Это тяжело. Два или три раза мы чуть не упали. Налево или направо. В смысле, налево или направо? Лево это там, право это там. Но слева там еще больше лестниц. И поэтому мы выберем то, что попроще, но пойдем все равно не туда и неправильно, да? Я не знаю, лево, право. Так, если на карте нет лестницы, значит, наверное, мы не туда идем? Ну я не понимаю. Знаки бананов, обезьян, озеро. Ну это сложно было. Берешь карту в левую руку, берешь компас в правую. У тебя в левой руке есть юг, правильно? Да. Он снизу? Туда нам идти, прям. Куда туда? На юг, на букву С. Или на З. У меня немножко возник диссонанс в голове, подождите. Не понимаю. Ну и в итоге я тебе сейчас еще вместо того, чтобы просто идти, куда ты меня вела, я еще и пытаюсь разобраться с картой, которую ни хрена не вижу. Ну я немножечко не того склада ума, которого он бы хотел. Это проблема для него. У меня проблем нет. Меня все устраивает. Соберись. Че ты видишь? Ну я не понимаю. Подумай башкой, пожалуйста, чуть-чуть, я тебя прошу. Сопоставь. Пусть сейчас она вся нырят, заработает. Ей объяснять спокойно очень тяжело. Чтобы она меня услышала, на нее надо иногда немножко давить. Ноешь, потому что ты настолько тупая, вот поэтому. Завали свою б***ю, я сейчас стукну голову. А я тебя скину вниз. Да, он просто психованный. Ну не разбираясь с компасом, это не самая большая трагедия в мире. Человек от меня столько много требует. Есть что-то похожее на то, что ты видишь на карте? Я вижу ведра, такие же, как апокаты на карте. Слева от нас, слева б***ь нас, слева б***ь справа. Ты прикалываешься? С права. Тупая. Не знаешь, где лево, где право, элементарно? Можно не знать в 20-ти год, где лево, где право. Лево там, где сердце, право там, где нет сердца. Я думаю, нужно взять эти ведра. Ты возьмешь их? Нет. А что? Мы идем дальше, значит. Понимаю, что мне придется рассчитывать уже в большей степени на себя, а не на нас двоих. Короче, я это все снимаю. Мы берем ведра и думаем, что делать дальше. Слась с ними. Свобода. Все, дальше будет проще. Если мы пойдем туда, там будет тупик. Значит, нам надо брать ведра и идти вот так, и тут их где-то напоить. Набрать воды отсюда. Ну, сюда? Ну, явно не сюда. Ну, туда. Если воду там набирать, то идти туда вниз, потому что там тоже водопады есть. Хорошо, пошли. Слушай, а ты не хочешь взять нормально за бамбук, а не за ведро? Там что-то похоже на водопады, там вода. Я думаю, нам нужно идти прямо. Нам надо будет, потому что эти ведра, они будут еще полными. Обезьянок же нужно напоить. Слушай, тут красиво. Давай, мы сейчас спустимся сюда и одним из зачерпнем. Сразу часы или сразу. Так ноги намочим же. Намочим, как намочим. Что, не спеши, не спеши, не спеши. Они тяжелые. Это очень тяжело. Иди туда. Бери с той стороны. Я не могу. Давай, 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 давай. Не? Не выходит? Это очень тяжело. Наоборот, так легче. Ближе к шее. У меня плечи как-то лявые. Я понял, я понял, я понял. Все, хорошо. Нет, давит. Погнали. Я ударилась. А у меня мама говорила, чтобы я ничего тяжелого не таскала. Физически же она ничего не делает абсолютно. Даже элементарно до дома не убирает. Счесала до крови. Давай, 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 давай. Живи. Давай, там по идее недолго осталось. Терпи, 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 терпи. Что такое? Я себе по ногам бью сзади. Мне тяжело, у меня царапины, синяки остались. У меня упало давление, уже задыхалась я почти. Чуть упала. Тут скользко очень. Сползает с руки. Давай передохнем немного. Я, блин, теряю сознание от давления, от жары. О, оно. Наливаем сюда. Жертва для обезьян. С Федорами мы разобрались. Ну, я так понимаю, это следующее. И вдруг я вижу вот эту вот бандуру. Только надо понять, это в обходную? Ну, куда? Дальше. Вот, направо туда. Смотри, как кажется. Направо нам. Вот мы здесь. И надо там туда направо нам. Окей, хорошо. Погнали. А прикинь, мы там обезьяну внутри несем. Стой, 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 стой. Просто тяжело. Давай сейчас, подожди. У меня было капец, как тяжело вести эту бандуру. Во-первых, я не знала, что там. Во-вторых, у меня уже заканчивались силы, уже задыхалась я почти. Я такие тяжести в жизни никогда не носила. Да ладно, не слежу. Спину, спину выровняй. О, молодец, молодец. Спеши. Не могу я. Она тяжелая. Она, кажется, с каждым шагом все тяжелее и тяжелее. Знаешь, только пройти ее протащить. Ну, было сложно. Ну, я предполагал, что осталось действительно недалеко. Нам, по идее, ну, типа, осталось совсем чуть-чуть вот отсюда. Вот так просто дойти. Я устала уже. Туда прямо и там. Вот нам надо вот так вот всего лишь пройти. Давай еще чуть-чуть попробуем. У меня просто истерика уже начинается. Я не могу. Идем. Ну, идем. Ну, да. Ну, идем. Молодец. Ей пришлось несколько раз переступать через себя. Давай, молодец, еще чуть-чуть. Стой. Стой. Передохни еще. Давай откроем все это. Бананы я еще не таскала. Я надрывалась, чтобы накормить обезьян. Потрясающе. Обязательно все принести. Мы можем отсюда взять три банана и принести их туда. Тогда это не будет как жертва. Блин, я не знаю, я его попробовал, наверное, но мне кажется, я так не унесу их. Нет, не надо одному. Я не могу ему позволить брать и это самому делать. И у нее, и у меня появилось вот на этом моменте появилось такое чувство, что мы действительно должны это делать вместе. О, спасибо. Ну, и все. Знаешь, как можно попробовать сделать? Если мы сделаем вот так, тебе будет чуть-чуть легче. Ну, хотя бы. На двоих все равно распределение будет. Вот, смотри. Попробуй сейчас. Попробуй, попробуй. Только сильно высоко не поднимаешь. Легче? Ну, да. Она действительно большая молодец, потому что это очень тяжело было именно вот для нее. А вот и храм Коханья. Его охороняют сотни диких малп. Тихо, 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 осторожно, осторожно. Смотри, у меня своя аудитория. Ага. Ага. Это невероятно. Я бы очень хотел, чтобы это было хотя бы приблизительно одинаково. Мы на лестнице даже не упали. Ни на одной. Я считаю, что я справилась. Я заслужила ключ, потому что я командовала. Я сделала все, что от меня зависело. Вы до сходчу нагодовали маф, напоили их, дійшли до храму. Вы совсем впорались. Не вистачает только ключа. Ужас, какой, блин, уберите. Извините, пожалуйста, я боюсь их насекомых очень сильно. В какую сторону вона полетела? Схід, захід? Прямо. Если завтра будут такие испытания, что мне нужно будет надрываться, делать что-то невероятное, ну, мне хватило сегодняшнего. Здобувши перший ключ, Саша та Маргарита расслабляются біля басейну. Я очень устала. Так хотелось наконец-то расслабиться. Вокруг солнце было прекрасно. Наступного дня Саша та Маргарита прогулюються вуличками Бали. Это как в деревне где-то. Смотри, какое все бедное. Сплошные кусты, какие-то бараки, киоски, рынок рядом. Бали на самом деле не такое, каким он сразу кажется. И чем дальше мы идем, тем пока вроде как хуже и хуже. Мы поняли, что где-то мы не там. Просто трущоба. Накидана мусора, какой-то запах, ну, вот как неприятный, доклятина какой-то. Я бы, честно говоря, так не хотел бы жить. О, нас уже ждут. А, нам сюда. Нам сюда. О, понятно. Добрый ранок. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, я ка маргару господинь. Вообще никак. Человек может просидеть целый день перед компьютером, либо в телефоне, и просто не понимать, что вот вокруг срач. Первые два месяца, когда мы жили вместе, готовил только я вообще. И ты виноват, потому что ты меня приучил к тому, что ты постоянно готовишь. И я думала, что так будет всегда. Конечно, я так думала. Слишком мне это нравится. Он ухаживает, готовит, убирает. Ну, и я такая расслабилась уже. И все, все прекрасно. Я еще маленькая. Для готовки, для стирки. Я еще слишком зеленая. Для того, чтобы вот как-то подтирать, за кем-то ходить, убирать. Зачем оно мне надо? И готовлю себе сам. И убираю, и за нами сам. И готовлю двоим сам. Я убирала за нами до тех пор, пока он не начал засираться, как ненормальный, просто. Я убираю, опять куча белья валяется. Я за собой уже начала убирать, а не за ним. Ты не убираешь за собой. Я убираю твои носки, я убираю твои шмотки, которые где-то завалялись. Я убираю наши с тобой тарелки, я убираю нашу с тобой еду, наш с тобой мусор. Это все я выкидываю. Я не могу понять, в чем дело. Он вот так подойдет ко мне и начнет вот такой вот текст мне рассказывать. Абсолютной воды. Ну, скажи мне, пожалуйста, сделай это. Я сделаю. За индонезийским поверьем, ледача женщина – это проклятие для семьи. А человек, который не зарабатывает денег, становится тяжелым для своей женщины. Он зарабатывает меньше, чем я. Все время мало денег. Они как бы есть, но их мало. Не только мне, ему тоже мало. Пропоную знакомиться с господарами. Ахмат и Бупони. У Ахмата и его дружины четверо детей и летние батьки не забезпечены. Я щодня выготовляю 10 бамбуковых дробин и продаю их. Иначе моей родине не будет что есть. А я делаю всю хатню работу. На мене четверо детей и мои старенькие батьки. По ней видно, что она работает с утра до вечера ежедневно. Ты сегодня, Саша, будешь выполнять всю работу за Ахмата. Марго, тебе сегодня нужно будет делать все, про что тебе скажет господин. Побачимось вечер. Гарного семейного дня. Гарного семейного дня. Треба закрепити сходинки ось такими вузлами. Вяжи якомога мощнейше. Я скоро прийду, проверю, як в тебе виходить. Принцип сам по себе довольно-таки простой. Как он вяжет эти узлы? Когда ты начинаешь именно уже это делать, тут ты не знаешь, как завязать узел. А тут ты не знаешь, как обмотать. Не получается. Блин, малые так орут еще. Видимо, Маргарита проявляет свои материнские способности. Без агрессии. С детьми нужно. Играючи. Я уже не знала, куда мне деваться. Побачивши экзотичного белого гостя, старші хлопці хочуть познайомитися з Сашком ближче. Пограйся з нами. Давайте я займусь сейчас, а с вами потом поиграю. Сейчас. Тут, по идее, дети были на ней. Они пришли мешать мне. Я так понимаю, ее интересы на это абсолютно не распространяются. Пожалуйста, я вас прошу очень сильно. Поставьте. Ребята, ну хватит, пожалуйста. Дети раздражали очень сильно. Нерівное противостояние Саши с трьома детьми тривало аж до приходу господаря. Ты что, только одну сделал? Не успел еще вот эти две. Та це ж розвалюха. Переробляй. Веревка по бамбуку, как бы ты крепко ее не намотал, а бамбук гладкий, оно будет съезжать. Я не хочу, что кто-нибудь вошел. Тим часом Марго ознайомится зі старшим поколением. Ты маешь помыть у дедуся. И вот что, ноги мить? Мий все. Я никогда не мила дедушку, особенно индонезийского. Мене теж біла дівчина еще не мила. Я не могла просто вот бросить все и сказать, нет, я не буду. Ну, мне стыдно перед ним было бы. Яка приемна свечість. Дедушка хороший. По нему сразу было видно, что он человек добродушный. Дякую тобі, олупка. Она вот такая брезливая, ей так все не нравится. Я не хочу там помыть ванну, я брезгую. Сидит незнакомый дедушка, и она моет его грязные ноги. И вот видно было, насколько вот ее выдают глаза, что ей не нравится это. Но при этом она хорошая, она молодец, она справляется. Чим-то как красунья займається? Работаю моделью по Азі. Як це? Ты красунья. Сама-сама. К ней пришло осознание, что это все покажут там по телевизору. Делала все для того, чтобы показать, что она лучше, а я хуже. Я выгляжу из-за этого идиотом. Потому что все, что я, типа, говорю, это все на самом деле не танк. То ж Саша просить пора рву в съемках. Ребята, а можно буквально минут 5-7, я извиняюсь. Я хочу просто отойти поговорить. Что ты хочешь от меня? Ты хочешь сказать, что все, что я говорю здесь, это неправда? Неправда о тебе? Как ты лежала целыми днями и не делала? Мне не противно, я могу. Ты свою х**у видела при этом? Я могу. Ты думаешь, что умнее всех? Ты думаешь, что умнее меня? Он понял, что с лестницы он не справился. Вот его попаяло немножко. Саша, все. Ты что, больной? Стоять. Ты больной? Ты что делаешь? Что я делаю? Нас сейчас не снимают. Да я пройду. Ну не трогай меня. То, что я делаю. Не трогай меня. Да не трогай меня. Ты больной совсем? Ты что, дурак? Да ты б***ь всегда была ничтожеством. И таким и остаешься. И поверь мне, как я и говорил, я могу испортить и сломать твою жизнь. Я могу это сделать. Поняла меня? Хорошо, посмотрим. Больно, обидно мне. Потому что человек может позволить по отношению ко мне такое. Больная у него любовь. Оттягившись после сварки, Марго повертается до выполнения задания. Мне нужно было приготовить ужин. Ну куда деваться? Женщине-то несчастной помочь хочется. Чеснок, перец, имбирь, рис. А что это такое? В смысле? На вечерю том-ям с пивным. Ее рубить? Нет. Я со стороны смотрела на него в клетке. Сейчас я его достану. Отрублю ему голову и все. Ты же жить хочешь? Нет. Поняла, что я не могу. Жалко его. И себя жалко. Это живое существо. Оно даже лучше, чем Саша. Но оно мне не делало больно. А не вечеря, а не драбин. Что же на это скажет ведущий? Перед тем, как я дознаюсь вашу думку про сегодня, я хочу спросить господарю. Девчина еще что-то делала, а оцей лайдак навіть одну драбину не связал. Дети голодні, чекают на вечерю. А Марго зовсім нічого не приготовила. Мені доведеться самі усе робити. Можете идти. Я не могу убить живое существо. В тебе був рис, спеції. Невже не можно было придумать какую-то траву? Мои мысли были заняты этой несчастной курицей. У вас сегодня вдали день? В общем, нет абсолютно. А чему? Вы же команда. Можно не отвечаю кому-то? Ключ. Залишается в мене. Вообще ни о чем он в моих глазах сейчас. Ну, нет уверенности в человеке просто. Уже окончательно. На Балі настав новий день. А стосунки Сэщи та Марго досі напружені. Я не жду извинений. Я просто буду делать то, что нужно. Куда деваться? Можливо, третье випробування щось змінить. Ви разом вже півтора року. Хто з вас знає іншого краще? Мне кажется, меня Саша лучше знает. Він уважний до тебе? Да. Марго, яка в тебе найулюбленіша страва? Паста со сливочным соусом. С грибами и морепродуктами. С сыром пармезаном. Она моя любимая, но я ее не ем. Коли ти в останнє їла пасту? Это был прекрасный день. Я больной человек по поводу похудения, своєї фигуры. Очень фанатично отношусь к своему питанию. Скільки калорій ти собі дозволяєш в день? До тисячі. Может, меньше. Сьогодні буде перебір. За правилами третього випробування, аби отримати ключ, Олександру треба відповісти на 6 із 11 запитань про звички і вподобання Маргарити так само, як відповіла вона. Кожного разу, коли Саша помилятиметься, Марго куштуватиме нову екзотичну страву. Знайомтесь, це Арі. Фахівець з місцевої кухні. Вона сьогодні буде пригощати Марго. В меню тільки балістські делікатеси. Я смотрю на ці тарелки, закриті, я вже все найкраще себе представляю. Та мне придется что-то жрать непонятное. Ви готові? Да. Саша, що Марго робить у свій вільний час? Ну, в телефоні, за ноутбуком. Марго, а які тобі книги подобаються? Вона мені говорила, що за всю життя вона прочитала около п'яти книг. Яку книгу зараз читає Марго? Ну, із последніх, що я помню, не знаю, дочитала она чи не. Це Попі Брайт. Какой-то труп, я не помню. При мене була тільки ця книга. Марго, скажи правильну відповідь. На данний момент я не читаю никакую книгу. Охренеть, відповідь. Ну, я зараз не хочу читати книги. Ну, воно мені не треба. Перша твоя страва – це гарячий шоколад. З перцем. Калорийний. Мені потім потрібно буде відрабатувати физическими нагрузками. Смачного. Блин. Я говорить не могу. Это очень остро. Ты же любишь корейскую кухню. Мне безумно пекло, жарко очень стало. Калории пошли уже в меня. Как думаешь, где усилы калории? В руках. Я уже запланировала завтра встать в 6 утра и побежать на пробежку. Ну, с 30 калорий. Саш, как тебе фигура Марго? Ну, она слишком худая. Какая сейчас у тебя веса? Я не измеряю свой вес. Принципиально. Потому что, если я измерю свой вес, я буду слишком много думать о еде и начну больше есть. Она всегда была помешана на своей фигуре, но раньше не было вот прям такого желания прям довести себя до анорексии. Питание номер два. Кто супермоделей, е кумыром Марго? Я не знаю лицо, но я не могу вспомнить имя. Она не только модель, она еще и актриса. Пусть это будут Кера Найтли. Он сказал какую-то актрису левую. Блин, скажи Анджелина Джоли, она ведь тоже была моделью. Либо Наоми Кэмпбелл, там какая-нибудь. Марго. Кока Роша. Ты вообще кто? Чему самая вонат век умер? Она снималась в известных журналах. У нее скулы, взгляд, кошки дикие, фигура вот такая вот. Я хотела бы быть тоже такой. Если я еще немного похудею, я буду на нее похожа. Она стремится к какому-то непонятному образу. Девочки для папиков, вот как они делают. Там сдергивают нос, срезают, там делают скулы. Ари, другая страва. Это коричьи яйца варене у сечи снотливца. А справки есть о здоровье этого девственника? Набалі вважает, что это блюдо даст нелюдькую силу. Да я не могу. Ого, кошмар. А запах? Я уже сюда слышу. Ну, моча это. По запаху. Я в шоке. Я не знаю, я не могу. Психологически я себя потом пересилила. Главное, не представлять. Я смотрю, и мне плохо. Не могу это смотреть просто. Он стоит, кривляется, а я это ем. Пытаюсь глотать эти, блин, яйца, мочевые яйца. Я не знаю, как это сказать. И он тупо стебется надо мной, стоит. Не знаю. Я чувствовала мочу во рту. Мерзкая, соленая и подгулявший вкус. Я даже не знаю, как поддержать в этом плане. Молчи. Саша, сберись. Третье питание. Марго працюет моделью официально? Да, она подписывает контракты. Каким своим контрактом Марго пишается наибольшим? Так, там был Китай, Индонезия и два контракта в Корее. Он знает о всех моих контрактах. Я ему все рассказывала. Мне почему-то кажется, что это Индонезия. Я принимаю твою ответственность, Индонезия. Он ответил Индонезия, потому что мы находимся в Индонезии. Нет. Марго, правильная ответственность. Первая поездка в Корею. Первый контракт. Он знал. Первый контракт в Корее, ты вернулась ни с чем. Это была моя первая работа. Мне было 17 лет. Была моя первая поездка вообще куда-либо. Нереальный темп. Третий вопрос, третий неправильный ответ. Арри. Это салат с личинками метелика. Я тебя просто прокляну. Они живые. Хочешь? Нет, спасибо. Я чувствовала их вкус. Вот этот такой молочный немножко. И они лопались еще во рту на зубах. Это капец. Я не могу больше. Саша, если ты не знаешь, как ее поддерживать, хотя бы сберись. Саша, как ты думаешь, Марго в тебе все влаштовывает? Я думаю, нет. Питание номер четыре. Продолжь фразу Марго. Я ненавиджу, коли Саша... Когда я начинаю много углубленно разговаривать, потому что я говорю очень... Стараюсь говорить очень объективно, стараюсь там разные точки зрения, разные подходы, и она часто теряется. На мои два слова он будет вываливать ведро информации. Ее очень много. Было много раз, когда я разговариваю, разговариваю, я поворачиваюсь, а оно уснуло. Когда я начинаю говорить, ее видно, что начинает это бесит, раздражать, и так как это довольно-таки часто происходит, я думаю, что вот это самое-самое... Это тоже. Это входит в список то, что я ненавижу в нем. Правильно видуете. Я ненавижу, когда Саша мне хамит. Тебя же спросили, ненавидит больше всего. Ненавижу больше всего. Куча, я понял, ладно. Ты говоришь, что я тупая. Глупая – это не тупая. Ты говоришь, что тупая. Когда я последний раз тебе это говорил? Вчера. Сказал, боже, какая ты тупая. Ладно, я не хочу никак отвечать. Ты сказал, продажная. Ну, продажная, да, я говорил не раз, потому что человека интересует только то, кто сколько зарабатывает, что может купить, какой фирмы одежды. Моделиши – это не только девочка на обложке. А еще, еще? Это консумация, на которой они все занимаются на этих выездах. Какие выезды? Приезжать в какой-то бар и работать девочкой, на которую показывают пальцем. Она выходит, садится за столик. Да, это не бордель, но все равно это неприятно. Ну, моя девушка этим занимается. И сколько мы не ругались по этому поводу, она не хочет это бросать, потому что единственный аргумент – это где я еще заработаю эти деньги. Он такой дебил, вообще. Вот это дерьмо, которое он начал на меня вываливать – это вообще моя репутация в модельном бизнесе. Меня после этих слов, Сашиных, меня агентство выгонит, блин. Поскольку они там выпивают, они могут напиться, пойти в туалет порыгать для того, чтобы прийти и сесть обратно пить. Это он говорит от злости. Он ревнует очень. Он ревнует меня к моей работе. Конечно, я ревную, потому что когда ты говоришь, что ты едешь на кастинг, когда ты говоришь, что ты едешь там на фотосъемку, я отношусь к этому нормально. Когда ты говоришь, что ты идешь в бар бухать, бухаешь там до пяти утра и рассказываешь, как тебе мужики накидывают чаюху за то, что ты с ними сидишь. Конечно, я ревную. А что плохого, если мне человек платит за мою компанию? Ну, у меня имеются некоторые мужчины, которые просто им деньги девать некуда. Мы сходим, поужинаем, ну, час-два посидим, пообщаемся. Я покушаю, ну, заплатят мне, дадут на такси и отправят домой, все. Ну, почему бы и нет? Я продаю свое общение. А сколько кошта твоей спелкувания? Я не скажу. Саша, ты знаешь расцинку? Ну, там это зависит от чаевых, от того, сколько она выбухает с клиентами. В среднем, где-то, как Маргарита рассказывает, порядка тысячи долларов за неделю. Ты что, больной? Ну, то есть, это на чаевых. Где мой кабриолет, дорогой? Где мои машины, квартира? Ты жрешь на эти бабки, ты тратишь эти бабки. Я жру? Посмотри на меня. Я жру на эти бабки. Знаешь, сколько стоит винишка, которое ты пьешь? Да, я себе могу купить просто айфон себе позволить раз в год и все. Еще с того, что сказал сейчас Саша, неправда. Я не буду это ничего комментировать. Я просто не хочу вообще никак сейчас контактировать с этим человеком и вступать с ним в диалог. Тебя прорвало или что? Да, меня прорвало. Если я такая ***, так ты зачем со мной встречаешься-то? В меня есть хорошие новые. За обед тебе платить не нужно. Спасибо. Это очи тунця. Свежие. 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 Запах еще классный. До меня даже не доходит он, я просто честно смотрю и мне плохо. Морально, мыслями, когда ты понимаешь, что это глаз, мне очень приятно. Я в ожидании нового блюда уже. У який час добы Марго подобается заниматься сексом? Марго любит заниматься сексом? Я не хочу заниматься сексом лишний раз. И вообще мне это лень. Секс это хорошо, это приятно, но я могу делать и другие вещи. Пойти в аквапарк куда-нибудь, на коньках на роликах покататься, получить какие-то позитивные эмоции. Мне 22 года, я вполне нормальный здоровый пацан. У меня нормальная потенция, я очень рад ей наслаждаться. Я много раз задавался, может это я какой-то плохой любовник. Ходил к сексопатологу и сказали, что видимо это реально проблема не во мне. Это настолько редко просто, что вот начинаешь уже вспоминать. Мы с ним об этом разговаривали, потому что так как у нас проблемы в сексе, мы пытаемся вместе с ним поговорить о них. Мне кажется, что ей больше нравится с утра. Я и принимаю всю ответ. Марго, зараз ранок. Зазвучай, ты чем займаешься в раннице? Делами. А хотела бы? Сексом. Неужели? Я прям почувствовал за себя какую-то гордость и у меня хоть что-то получилось. Ну женский организм только просыпается как бы и вот по утрам чувствительность она больше. Хотя бы утром на 10% мое либидо поднимается. И в середине дня уже и вечером это уже не алло вообще. Питание номер 6. Сколько раз на тиждень Марго хотела заниматься с тобой сексом? Ну она говорила один. Типа раз в неделю этого хватит. Мне плакать хочется. Так это твои же слова, но я говорю твоими же словами. Ты же как раз говорила, что один, что мне раз в неделю типа будет достаточно. Марго, назви правильную ответственность. Два. Один мало, ну а два уже нормально, а дальше еще можно договориться. В смысле? Тут на один хрен договоришься. Если честно, я бы вообще не хотела заниматься сексом. Ну ради приличия два раза и все. Это была пятая неправильная ответственность. Пузо уже вот такое. Когда я поем, я себя вижу толстой. Когда я голодная, я себя вижу худой. Пятая страва. Там кто-то живой. Я вижу, как оно шевелится. Это что? Смотрю, какая-то шкура. Думаю, хоть бы не шкура свиньи. Это сварена плацента. А чья плацента? Женщина? Или животного? Коровы. А, кстати, некоторые женщины на западе, они плаценту специально едят для омоложения. Думаю, ну сейчас я омоложусь. Пока я ее не понюхала. Оно воняет очень сильно. Я не буду это есть. Оно гнилым пахнет. Гнусно-отвратительного запаха, баленного, сжженного, гнилого жира. Но когда я ее откусила, я почувствовала вкус точно такой же, как и запах. Ах, самое отвратительное было. Что я пробовала в своей жизни. А мне руки воняют. Каждое наступное питание может стать остальным. Что наибольшее сбуджуя Марго Пича секса? Когда при вагинальном сексе присутствует анальная стимуляция? Ну, было там у нас пару раз то, что он сказал. Вот как-то сказал, очень завуалированно и красиво это прозвучало. Но для меня это и туда и сюда как бы. Из всей нашей сексуальной жизни это единственное, что она может вот взять и прям вот, вот. В остальном она, ну, бренышко. Марго, назови правильную ответственность. Ничего. Определенного вот чего-то нет. Ну, ***. Как ты думала, я отвечу на это? Ну, как можно ответить? Ничего. Ничего. Он мог ответить правильно, что ничего. Потому что он, ну, он понимает. Саша, как тебе это почуты? Да я не знаю, как можно дать на такой вопрос такой ответ. В смысле ничего. Ну, у каждого человека должно быть там минимально хоть что-то. Если мне задают вопрос, я ищу на него ответ. А ответа нет. Ты постеснялась просто ответить? Почему так? Так от тебя зависит, может быть? От человека, который рядом? Просто, что тебе нравится? Ничего. Я нейтрально отношусь к сексу. Ты это знаешь. Вот в сексуальном плане у нее реально с головой проблемы. Марго. Да. Останье справа. Ари. Свежозварені носики. Свежозварені носики. Это нос. Это ужасно. Фу. А ну волосатое. Да блин, я не могу. Я не знаю. 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 Так, чевелецкая... Конечно, она деревянная. Танцевать реально не ее. ЗÑ4 Начинаем учить песню. Поймем, да? Поймем. Слова были очень непонятные. Я пыталась подбивать просто похожими буквами. Слушай, слышишь? Возьми, запиши слова песни, запиши транскрипцию. Тебе будет намного проще это делать. Жарко. Я навчила тебе всего, что знала сама. Удачи на выступе! Спасибо, Саян! Я! Пока! Пока! Ты подучил немножко? Я не запомнил вообще ничего, если честно. Я думал, он прикалывается с меня. Ну, еще этого не хватало. Я не успела запомнить. Ты слышишь, что я пою, 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 и ты стукай, стукай, просто стукай. Я просто не знаю, куда стукать. Да просто стукай! Я захотела помочь ей, чтобы она быстрее с этим справилась. А когда ты ее поешь, что ты думаешь? Что у тебя? Короче, когда ты выходишь на сцену, у тебя должно быть в голове какой-то монолог. Судя по тому, как эта женщина выгибалась, я подозревала, что там есть какой-то смысл, потому что иначе она бы так не гнулась сильно. Монолога тяжелая жизнь. Ну там, блин, танец, драма. Попробуй как-то, когда ты танцуешь, показать это, что вот как тебе тяжело. Смотри, она когда типа танцует, ты видишь, она как-то прямо, она аж выгибается, она аж прям, прям ей тяжело сильно. Ну я тоже выгибаюсь, Саша. Мало того, что ты свое не запомнил, так еще меня начал учить. Ты показываешь, как тебе тяжело, как тебе вчера жрать тяжело было это все, помнишь? А тебе нормально было? Так ты сама виновата. В смысле я сама виновата? Ты больной? Ты должен знать. Я твоя девушка, мы с тобой полтора года встречаемся уже, алло. А я не знаю, на основе чего ты вообще давала эти ответы, я знаю, что тебе нравится. Не пищи. Что, я буду опять стоять молчать? Нет, я не хочу так уже. Я все делаю, а ты только разговариваешь. Так а что ты делаешь? Я все испытания делаю, а ты только разговариваешь. А в жизни что ты делаешь? Хоть раз, за полтора года жизни, ты проснулась раньше меня и приготовила завтрак. Хоть один раз. Ты один раз в жизни мне стирала шмотки, и ты это постоянно вспоминаешь, как это каждый день. Скажи мне, почему так? Я ему скажу одно слово, а он мне скажет миллион. А хотя бы нам хоть раз, ты забила полностью холодоз, пошла бы, хоть раз. Я покупала еду. Когда? Себе сухарики и на маску. Я схожу скупляться, ты иногда ходишь со мной. Три раза ты водила меня в МАК, два раза ты водила меня в КФС, а остальное за полтора года. Ты орешь, ты меня в КФС не орешь. Потому что ты х*** несешь, как обычно. Ты сейчас так орешь, потому что х*** такого не было. У него там уже чуть ли от этих нервов, от того, что его трусит, уже прыщи начали вылазить. Я тебе говорю два слова, ты мне вот такую информацию. Почему я живу с... А кто тебе виноват, что ты ни х*** не понимаешь? Почему-то все, кроме тебя, меня понимают. Она не сливается просто от тебя. Они послушали, типа, окей, окей, все, пошли. А мне же не слиться от тебя, я с тобой живу, я с тобой встречаюсь. А то есть ты хочешь сказать, что все вокруг тупые, такие же, как и ты? Нет, я тупая? Да. Тупая, да? Хорошо. Если ты говоришь... Если ты... Ну, е***, иди ты, е***, короче. Я не понимаю, как дальше быть с этим человеком. Он выливает на меня столько е***. Давай репетировать каждое свое и потом как-то совместимое. Не знаю. Иди, иди, да, хорошо, давай, давай. Ну, только подальше, пожалуйста, чтобы я не слышал тебя. Завали, а? А что? Играй. Ты же сама сказала, давай по отдельности. Иди. Так я... Так иди. Молча иди просто. Да, вот, молча иди. Решту репетиции Сеша и Марго провели окремо, одни от одного. Мне на сцене привычнее. Она там свое сделает, не сделает. Посмотрим на результат. В себе я была уверена. А слова я все равно не выучила наизусть. Я слышала свой голос. А сейчас я понимала, что нужно прекратить. И по-клуху буке ката. Я ден брия. Мне кажется, они расходятся со мной не из-за того, что я плохо играю. Ну, у нас такое, допустим, да, не принято. У нас если человек на сцене выступает плохо, они все равно у нас люди не уходят. Драма. Это провал. Мне так было стыдно. Вперше люди пошли до конца выступа. Я забыла все движения. Сколько часу тривала репетиция? И сколько часу тривала сварка? Ссоры были дольше, чем репетиция. Это по факту есть. Я понимаю, что уже четвертое испытание, а по сути ничего не меняется до сих пор. Даже дело не в ключе, а дело в отношении человека ко мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дбати про зовнішність. Необхідна умова для молодого чоловіка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правильний догляд зробить тебе енергійним, свіжим і впевненим у собі. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отримай заряд енергії. Почни свій день із ЗЕР. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саша і Марго пройшли чотири випробування і здобули лише один ключ. Попереду на них чекає п'яте, найважче випробування. Здравствуйте. Добрий вечер. Сьогодні на вас чекає п'яте випробування. Умови дуже прості. Вам треба додивитись відео до кінця. Саша, ти готовий? Давайте начинай там. Марго. Я готова. Починаємо з тебе, Саша. Хорошо. Ну, приємно чуствувати своє інтелектуальне превосходство над Маргаритой. Да. І це? Про? Да. Просто коли то, що ти робиш, я віжу, як це зробити краще. А вот і чуствуеш превосходство, значить. Я завжди стремився бути умнією. І поэтому мене можна назвати глупою ісчитати такою. Мерго. А с ними є, о чому поговорити? Ось ліфі, ось маргарита. Дякуємо. Дякуємо. Находиться с тобою, коли ти не хочеш разговаривать ні о чому. Втакаєш с телефона сидиш. Ти помніш те моменты, коли ти сидиш в Корії, вот так вот с телефоном. Я с тобою разговариваю, рассказываю, як у мене прошло, задаю тебе вопрос. Ти говориш, ой, я не слушала, що ти разговаривала. Второй раз, третий, четвертий раз. Говорю, а чим ти займаєшся? Я лежу. Ну дебил, ну как так можна? Ну не було этого, скажи мене. Не було, це не нормальне просто. Це було і неоднократно. Продовжуємо. Дашка. Даша це хто? Ну, це дівочка. Вместе работають. Она моя ассистентка, ну і у нас є не бача історія, яка збільшується. Яка історія? Ну, типо, я к ней когда-то подкатывал, но потім, короче, так все не почалось і нічого не закрутилось. До того, як зустрів Барго? Нет, в період, коли ми розходились. Я об цьому не знала вообще. Ну, у нас був період, коли ми розходились, але людина мене вообще о такому не розказывала. Я в шокі вообще. Дивимось. Це театр, в якому ми репетуємо. В трупі більше нікого нема? Есть отдельно номера, в которых ми, типо, репетуємо отдельно, і є номера, коли ми репетуємо колективно. Дивимось дали. Так. Ось тут держи мене покрепче, сильнее. Прям сильнее. Да, пожалуйста. Можно? Я пущу. Я вихожу сюда. Я перехватываю. И ты ко мне. С любовью. С любовью, пожалуйста. Ну все, я знаю, почему. Ну, потому что у него есть мания на девушек, которые гибкие. Вот эти танцовщицы все. У него они были бывшие. Он как-то рассказывал, что они намного круче в постели. Дивимось дали. Да. Ты оцени взглядом мою ручку. Ладно, ладно. Ладно, этого достаточно. Все. И опущу почемную руку. Хорошо. Все в порядке? Да. Точно. Это репетиция такая? Да. Так это какие-то игры брачные. Понимаешь, когда ты ставишь, делаешь постели. Нет, Саша, я не понимаю. Ну, я ожидал. Можно репетировать, а можно заниматься вот этим вот. Это флирт. Причем такой уже нормальный. Ну, для меня это работа. Давайте дальше смотрим. По-моему, отлично. Все в крови. Ты в курсе? Ну, чуть-чуть. Офигеть, чуть-чуть. А целоваться в шкаф потом? Ну, ближайшие минут 10 лучше не целоваться. Для того, чтобы придумать что-то новое, иногда нужна просто хорошая атмосфера. Иногда нужно пошутить про поцелую. Что там, кстати, у тебя с Марго? Взаимопонимание тупо ноль. Сидит целыми днями просто инстаграм, читает, а как это ку**. В этом году модным будет фиолетовый цвет. Оно не может, допустим, гулять с друзьями и не бухать. Ты можешь готовить без бутылки пива? Спокойно. А оно нет? Вообще. Ну, ты козлина вообще. Ты не садишься ссать посреди комнаты, понимаешь? В смысле? Я такое голову потом? Понимаешь? Было, да? Это адекватно вообще? А ты адекватная вообще или нет? Вот ты приехала ко мне пропитой наркошей. И в маке, потому что у тебя закончился фенчик, ты с туалета вышла, жуя пакетик. Пакетик. И со мной ты бросила, я ты к**. Спаситель. Алкашка, наркоманка. Так и скажешь по мне вообще. Что у человека в голове? Те что, мне кажется, неправда? Да при чем тут это, правда или неправда? То, что он сейчас говорит, это ненормально. Вот это всем рассказывает. Ну, вообще охренел. Мне хотелось ему дать по морде. Дима, мы сдали. Вы пользуетесь тем, что Марго глупает, чтобы удержать ее рядом с собой? Да. Це про да. Вы планируете дрессировать Маргариту до тех пор, пока не переделаете ее в свой идеал? Нет. Брэхня. Да, это я делаю вот каждый день с расписанной программой, как правильно оказывать влияние. Он на курсы какие-то ходит. Ну, будешь все больше и глубже погружаться в это приятное, расслабленное, комфортное состояние. А тебе собака, что ли? Ну, а если по-другому ты не понимаешь, что я должен делать? Ты по модели поведения примитив, с тобой невозможно договориться. Вот это скотина вообще дрессировать меня до тех пор, пока не переделает меня. Да никогда в жизни этого не случится. На сколько процентов Марго близка до твоего идеала? По внешности 100 и 100. Характер, поводинка. Наверное, процентов есть. А что ты со мной тогда встречаешься, раз я не твой идеал? Потому что я тебя люблю. Он сейчас ведет себя так, будто бы он меня ненавидит просто. Ну, просто от любви до ненависти один шаг, и ты вот всем вот этим отношениям и всем, что было за 4 дня... А он самый правильный. Так потому что у тебя ко мне нет претензий никаких. Так это плохо, что ли? Как же ты меня достал уже? А как вообще интимная жизнь? Вот ты понимаешь, что у тебя партнер тотально пассивный. Вот я хочу себе купить рубанок. Потому что с этим бревном надо что-то делать, понимаешь? Вы считаете, что ваша подруга Даша сексуальнее, чем Маргарита? Нет. Это брехня. По поводу постели круче тебя что угодно. Да не бревно я в сексе. Нормальный человек. Если бы я была бревном, я бы была жирная. У нас сексуальной жизни нет в принципе. Ну, я не вижу проблемы. Я вот ни разу в жизни, кроме как с Маргаритой, я не пользовался услугами сексопротологии. Саша, давай я буду всем рассказывать, как я тебе Брила, не хочешь? Молодой человек у нас очень хочет быть пассивным. Хотя бы иногда. Хотя бы иногда, чтобы тебя иногда. Ой, ну Саша, это вообще отдельный тип мужчины. Такой женоподобный. Я натурал. Натурал! Да, представь. Нифига себе, я первый раз сейчас об этом слышу. У тебя были мужчины. Познакомь меня с ними. Ты сам мне об этом рассказывал. Я это знаю, мы с ним это обсуждали. Он себя позиционирует как бисексуал. Да я никогда в жизни, на детекторе, жалко, не было этого вопроса. А что ты работал в гей-клубе? Я работал в гей-клубе. Да, я работал барменом в помаде. И да, это типа было... Ещё одна причина его вот этого гейского поведения это то, что он себе хочет отбелить анг. Да, это типа просто гейическая штука. Это во мне, ***, нет практически ничего. Просто если это в твоей жизни было, если ты знаешь каково это, накидаться с подругой, пойти там поиграться пальцами в туалете, это ваше дело. Как бывшая лесбуха. Просто в моей жизни этого нет. Ну я это знаю. Або вы неимоверны брехуны, або вы неимоверны сбочинцы. Если честно, я не рассчитывал на такую кількість правды. Спасибо, что вы со мной этим поделились. Дивимось далее. И всё-таки я не понимаю, зачем она тебе нужна, когда у неё столько минусов. Ну честно говоря, у меня... Я не знаю, почему я так сильно вот решил стоять на своём, что типа вот с ней, с ней, с ней, с ней, потому что, блин, с ней, честно, ужасно. Ну реально ужасно. Если со мной ужасно, чего ты со мной находишься, блин, ужасно человеку. Я даже не знаю, как это всё объяснить, просто я очень-очень убьюсь. У вас бывают мысли о том, чтобы убить или изуродовать Маргариту, чтобы она не досталась никому, кроме вас. У неё самая главная жизнь – это её лицо. Забрать его, и она – ничто. Просто в этом есть смысл, потому что её нельзя обидеть, её нельзя никак отомстить по-другому. Просто её лицо – это всё, что у неё есть. Она этим пользуется, она улыбается, она зарабатывает своим лицом. Иной раз это доходило до того, что он мне просто связывал руки, доставал лезвие и говорил, что если ты будешь уходить, я тебе изуродую лицо, тогда уходи. Он маньячела, ему мозги поплавило. Тримати женщину поруч с собой через её страх – это не по-человечему. Треба вміти и отпускати людей. Марго. Теперь твоя черга. Дивимись. Вы считаете, что Саша должен вам всё позволять, потому что вы красивая? Нет. Это бре-гня. Что я следовала же, да? Не потому, что ты хорошая, не потому, что ты можешь как-то классно относиться, а потому, что ты просто красивая. Ты выиграла в лотерею в генетике, вот и всё. Ну, в принципе, а как? Ну, так и есть. Это как какашечку красиво упаковать. Открываешь, а там лучше бы пусто было, чем говно. Вы не бросаете Сашу только потому, что жить с ним удобнее, чем без него? Нет. Это бре-гня. Изначально мы с тобой начали встречаться, я такой хороший, там да, всё готовит, убирает, всё идеально. Потом прошло время, всё началось. Ходит мне на мозги капает, вот что ты меня не обнимаешь, что ты не готовишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы считаете, что отношения с Сашей мешают вам встретить более успешного мужчину? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это правда. Если бы у меня не было с тобой отношений, я бы встретила гораздо другого мужчину. Может быть, финансово состоятельнее, чем ты, допустим. И это единственное, что тебя волнует. Ты забыла, как ты мне сказала, слушай, а хочешь, я тебя поцелую? Так, как будто ты мне подарил айфон. А ну расскажи, как тебе надо целовать, когда тебе дарут айфон? Взяла и засосала просто сильно, и всё. Так как ты меня поцеловала, я ждал это, ***, сколько. Я тогда просто *** себе понял, вот и всё. Дивимось далее. Марго выпивает в баре с подругой и не подозревает, что за нею спостерегают. За любовь. Ооо. Де это? С кем ты? Да с подружкой пошла посидеть. Как бы и всё. Ты же дарила. Что это за место? БДСМ бар. Что такое БДСМ бар? Может быть, кто-то не знает. Ну, там приколи всякие происходят. Ты знал про этот вечер? Розказывала, что пошла с подругами отдыхать. Продолжим. Марго с подругой замовляют коктейли один за один. С Богом. Ну, давай. Больше пения надо. Вот каково тебе видеть со стороны себя бухой? Ну, такая. Ну, вот разница между тем, как ты ведёшь себя обычно и как... Да, вижу, конечно, разницу. А вот теперь представь, что я живу с тобой с человеком, ну, типа, обычным. Да, я представлю. Когда Марго, допустим, идёт гулять со своими подружками, то, ну, желание показать себя. Постоянно насладиться там мужским вниманием, что вот мы такие киски, мы сидим, короче, в ресторане с коктейльчиками. Всё равно хочешь, чтобы... Ты чё намолол вообще, бред какой-то. Ну, найди себе тёлку, которая вообще не будет бухать. Где вы мы сдали? А девушки и делитесь. Это мальчики хотели, типа, с вами познакомиться. Ну, знаете, такое, что такое, сидеть вместе. Не хотите? Можем потусить, конечно. Садись сюда. Да, кладись сюда. Так, налейте девушке. Что это за чёрная тёлка? Кто это? Это не твоя подруга. Ну, да. Мы собрались уходить, как-то давай-давай-давай, и моя подруга уехала, сказала, приедет через полчаса, и я такая, ну, ладно, посижу, подожду тебя здесь. Як-то бих локти? Ну, не мой типаж абсолютно. Ну, приятные были мальчики на внешности. Просто посидеть, почему бы и нет. Давайте пить, короче. Давайте. Кто тебя зовут, Марго? За знакомство. За знакомство. Мальчики, у вас есть любовь? Нет, у меня нет. А девушка, ты знаешь, я рассталась с девушкой месяц назад. Как она будет с девушкой? А у тебя не было девушки? Да. Какая? Хорошая. Вас сексуально привлекают девушки? Да. Это правда. Что плохого в том, чтобы девушку сексуально привлекали девушку девушки? Так тебе же в сексе ничего не нравится. Если хочется там взяться и за грудь пощупать, это нормально. Марго, у тебя был секс с девушкой? Нет. У меня были отношения с девушкой, но не секс. А что в твоем понимании секс? Ну, секс это когда вот туда, то самое. Что самое? Ты меня бесишь. И что, ты меня тоже сексуешь? И что, и все. Дима, мы сдали. Уроспаля вечеркой до Марго телефонуя Саша. Все хорошо, все хорошо. Давайте пить, короче, пить. У вас типа любовь, что ли? Да у меня за тут волнуши. Давайте. Да, полигам. А как вам в сексе вообще? Типа слов «я» не очень. Ты не очень? В смысле? Это просто не тот человек, честно. Просто не тот человек. Ну да. Во время секса с Сашей вы имитируете оргазм для того, чтобы это быстрее закончилось. Нет. Я не знаю, что сказать. Вы врете, Саша, о том, что испытываете оргазм, потому что вам его жалко? Нет. И це бре-гня. Ну что ты за человек такой? Ну вот как так можно? В смысле жалко? Я вообще не понимаю, как твоя башка работает. Ну вот вообще вот. Тебе егушку, да? Да. Я с тобой *** из жалости. ***. Ну это вот у мужчин, наверное, тема такая неприятная. Если вдруг он не возбуждает свою девушку, то это катастрофа. Я это понимаю. Поэтому я не говорила об этом Саше. Пойдем прийти сам плетку. А что, мы раздеваться будем? Ооооо, Лёха попал на конкретный челлендж. Ооо! Я не хотела тогда его бить плеткой. Это хочешь сказать, ты не хотела? прости пожалуйста глянь посмотри какая-то до волны мне было стыдно они когда таки не занималась обнимать чувака который наполовину голы до блин же какая прелесть сколько раз ты танцевала со мной один на день рождения этот чувак со мной сравнялся за один день трудом дальше ты это делаешь что мы типа ты не помнишь ну чё ты на меня вылупилась ты идешь чуваком шлепаешь его по заднице какого какого ты это делаешь я жду ответа да просто так смысле просто не схватила там везде а если бы схватила ты бы сказала я жму не а если бы сказала я же с ним другие мужчины вызывают у вас сексуальное возмущение в отличие от саши да правда то есть я ну типа нет а вот другие да с чем это связано вот вообще ну вот вот чем ты начал показывать свою пассивность и как ты хочешь быть пассивным дело не в пассивности дело в том что я хотел заниматься сексом вместе а не тупо тебя потому что тебе очень нравится постоять как тебя поставили то что тебя засудили в рот полежать как тебя положили хотя бы хотя бы сама предложила позу поменять ну элементарно но не могу я так блин просто ну это как то же самое мерзкие вещи ты рассказываешь ужас не возбуждаешь ты меня ну что я смогу делать вообще давайте давайте все дали а теперь стой мы сейчас пьем на бутер-шоп мне было неприятно мне было стыдно и при собой не стыдно поцелуй это измена да она сказала что поцелуй это измена и сама показала что она изменяет как нужно быть такой просто блин это за что за какой вот объясни мне вот просто за что вот это все за что вот так она сегодня сосалась одним чуваком в этот же вечер она возвращается домой ко мне и мы с ней живем как и жили от сайт от меня 3 часа просто честно ну я тебе правду этим делал тесно я так хочу чтобы тебе вот это все вернулось чтобы ты выстрадала вот точно так же столько же чтобы ты делала все что угодно и нужно было я как мальчик который да я люблю тебя и хочется для тебя что-то сделать я неделю ждал жал невинно для того чтобы подарить ей клач и чувствую что надо мной просто произдевались непонятно за какой рит я тебя там щу честно я я придумал какой-то более бумагный способ но ты будешь страдать от этого я вообще забрал ту женщину и вез домой машина ждет я проведу марго до него не поехала а еще он мне дал на такси 500 гривен а я ему дала сдачи 400 пососалась за сотку залишились тільки одни питания вы любите за что это правда человек просто убил в мою любовь к нему своим отношениям закончилось испытание я не хочу здесь больше находиться ей нужно бабки ключ можно отдать человек живет не любит какая еще мразь может быть способна на это только маргарит типа мир рухнул на выпробование пройдет ключ ваш это тяжелый ключ такие вещи не забываются просто я буду помнить о том что я подпустил близкого человека и он со мной так поступил мне стыдно все-таки человек меня любил я хотела бы просто посмотреть ему в глаза попросить прощения и разойтись покойно пара зараз застрянется на церемонии открытия скриньок ведущий уже расклав 100 тысяч гривень и чекает на сэшу та маргариту добрый рано добрый рано что изменилось после вчера мне пара такая есть фраза очень хорошая от любви до ненависти один шаг вчера ты сделал огромный прыжок я не хочу видеть тебя больше своей жизни абсолютно никогда и почувствую себя свободным и может быть когда-нибудь счастливым я сподіваюсь что колись вы сможете пробачить его на одну и сказать дякую сашу спасибо да иди ты просто нахуй и все позаду 5 вы пробовали вы успешно пройшли и два зни перед вами 5 скриньок у вас есть возможность открыть и будь-якие 2 скринки как будете открывать каждый день у каждого свой ключ у каждого свой виграш вам в цей скриньці знаходилось 20 тысяч гривен саша саша твий виграш склав 35 тысяч гривен чтобы быть честным с вами я открою те же скриньки какие у вас открытие возможности не было в цей скриньці находилось 25 тысяч гривен эта скринька порожня и остальное 20 тысяч гривен ваша история закинчилась треба вміти отпускать тримати силою это не вихід тримати треба любовью это единственное что можно втримать женщину на этом все спасибо благодаря проекту я подумала что мы с Сашей абсолютно разно и люди нам нужно отпустить друг друга и просто забыть это все и запомню анкету на сайте нового каналу